Добрый день дорогие друзья! Новости за прошедшую неделю. Все то, что произошло на финансовых рынках, самое интересное, на что я обратил внимание, делюсь с вами. Меня зовут Кумар Махамедзианов, я приветствую вас на своем канале. Золото закрепилось на уровне больше 2000 долларов за унцию. В последнее время оно очень активно сильно росло. Как вы думаете, дальше продолжится ли рост цены на этот актив? Я думаю, что расти дальше уже будет сложнее. Понятно, что страхи присутствуют, неопределенность, коронавирус, будет ли вторая волна. Многие инвесторы, видимо, запаслись этим драгоценным металлом, чувствуя, что что-то надвигается. Посмотрим, очень интересно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, будет ли расти золото дальше. Нефть, кстати, тоже продолжает расти после двухмесячной консолидации на фоне масштабного снижения запасов и восстановление спроса на нефтепродукты в США. Тоже сильно укрепилось. Но вот парадоксальная ситуация. Обычно, когда у нас нефть укрепляется, рубль дорожает. А сейчас происходит обратное. Но про рубль я расскажу чуть позже. Жаркая погода на территории США и Европе на фоне снижения предложения создает благоприятные условия для роста цен на природный газ. Это может повысить интерес также к акциям и российских нефтегазовых компаний. И мало того, что к российским компаниям Уоррен Баффетт, я как-то об этом говорил уже на предыдущих новостных видео, зашел в газовую компанию. Посмотрите, если интересно. Было видео у меня, по-моему, на позапрошлой неделе, то, что Баффетт начал скупать акции газовой компании. Доходность российского рынка акции наконец-то вышла в плюс с начала этого года. Акции золотодобывающих компаний возглавляют рост последние два месяца. Поле золота и поле металл обеспечили треть доходности индекса московской биржи. С июня и теперь остается спрос. Что будет дальше? Ну, такой же вопрос, как и по золоту. Акции золотодобывающих компаний растут. Почему? Потому что растет цена на золото. Будет ли дальше расти цена на золото? И, соответственно, как будут себя чувствовать в связи с этим акции наших золотодобывающих компаний. Доллар на этой неделе закрылся на отметке 73 рубля 73 копейки. Опять же, обращаюсь к вам. Я уже до этого тоже спрашивал. Напишите, пожалуйста, как вы думаете, сколько будет стоить доллар в конце августа и в конце третьего квартала. Август вообще у нас в России традиционно является месяцем сюрпризов. Начиная с далекого 1998 года, когда произошел обвал курса рубля и экономический кризис полномасштабный. Такие другие кризисы почему-то у нас случаются примерно в сентябре. В августе-сентябре. Евро очень сильно укрепился, друзья, на что я обратил внимание. То, что евро сильно укрепился по отношению к другим валютам. К доллару, к канадскому доллару, к остальным резервным валютам, к фунту. Это произошло из-за сильных данных по экономике Евросоюза. И в связи с этим мне начали писать и задавать вопросы. Стоит ли сейчас покупать евро? Евро нужно было покупать раньше, друзья. Сейчас он уже вырос. И если вы считаете, что необходим у вас в портфеле необходим эта валюта, то, конечно же, купите. Но просто понимайте, для чего вы это делаете. Также ко мне вопросы поступали по поводу дробления акций компании Apple. Apple действительно объявила о дроблении 1 к 4. То есть из одной акции Apple собирается сделать 4 акции. Чем это грозит для нас, как инвесторов? Ничем. Абсолютно ничем. Просто у вас вместо одной акции появится в портфеле 4 акции. Все остальное останется так же. А вот Аэрофлот. Новость с Аэрофлота пришла. Решил размножиться, так сказать, делением. Совет директоров компании одобрил дополнительную эмиссию до 1 миллиарда 700 миллионов обыкновенных акций. Это около 137 миллиардов рублей. Если это произойдет, то общее количество акций компании Аэрофлот увеличится более чем в 2,5 раза. Вот это, друзья, нехорошая новость для компании. Дробление акции 1 к 4 это нормально. А вот доп.эмиссия, дополнительная эмиссия приводит к тому, что доля остальных участников размывается. И получается, что твоя доля в компании будет в 2,5 раза меньше. Вот вы владели каким-то количеством акций компании Аэрофлот. У вас после этой доп.эмиссии станет в 2,5 раза меньше прав на эту компанию. Потому что производят доп.эмиссию. Странно, что акция не реагирует должным образом. Она должна падать, на самом деле, после такой новости. Но пока ничего не происходит. Может быть, это отложенный эффект будет по данной компании. Друзья, спасибо, что досмотрели видео до конца. Я очень рад делиться с вами моими новостями, моими эмоциями, моими мыслями. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы, чтобы я о чем рассказал, осветить, пожалуйста, обращайтесь, пишите мне в комментариях. Буду рад помочь. На этом все. Поставьте лайк, если понравилось. Делитесь с друзьями. Пусть как можно больше людей станут финансово независимыми. Подпишитесь на канал, если этого еще не сделали. Нажмите на колокольчик, чтобы вовремя получать известие о новых видео. Всего доброго. Успехов в инвестировании.